Робототехники в Бишкеке Производство для школьников, проходящий в первых числах февраля. Неделя ежегодно проводится уже более 10 лет по инициативе Министерства образования и национальной детской инженерно-техники. Цель – открыть для учащейся молодежи увлекательный мир научных, исследований и промышленности. Ежегодно и я, и мои коллеги готовим команды на научно-техническую олимпиаду. До коронавируса, до карантинов было намного интереснее, можно было спокойно за рубеж ездить. А в данный момент пока получается только в Кыргызстане. Сами как-то организовываем. В рамках недели проводятся встречи с учеными Национальной академии наук в Бишкеке и Аше, экскурсии в технопарк и научно-исследовательские институты, круглые столы с профессорско-преподавательским составом КРСУ, КГТУ имени Розакова, ОЖГУ, Иссыкульского государственного университета и других ведущих вузов страны, а также экскурсии на промышленные объекты. Ярким событием стала Республиканская научно-техническая олимпиада школьников «Наука плюс изобретение равно техника», которая продлится до 10 февраля. Ее в нынешнем году было решено провести в чутполноте. В санатории государственной резиденции номер два управления делами президента Кыргызской республики участвуют 10 команд со всех областей Кыргызстана, более 100 человек. НТО для школьной и юниор-лиги проводятся в три этапа. Мероприятие стимулирует у школьников интерес к научной и промышленной жизни страны, считают преподаватели Академии. На этой неделе у нас ежегодно проходит научно-техническая олимпиада среди всех регионов. В прошлом году Бичкеки проходила, сейчас наши ребята поехали, мы подготовили две команды, юниорскую лигу и школьную лигу. Они поехали в Челку-Нату, в госрезиденции, на данный момент проходит уже второй тур олимпиады, а завтра у них закрытие, и они уже обратно сюда приедут все. И это не просто расширение кругозора школьников, а стремление заинтересовать их изучением естественно-математических дисциплин и профессиями технической направленности. Сегодня Кыргызстан нуждается в возрождении и активном развитии промышленности и производства, но без новых технологий и квалифицированных кадров добиться этого невозможно, считают специалисты Академии Алтин-Ту-Юн. Андрей Токамбаев, Кулан Ижбек Азимов, 5 канал.